У нас в эфире Иманс Лепинш, латвийский журналист, писатель, частый гость наших эфиров, всегда вам рады. Иманс, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Тема широкая довольно, но наверняка вы следите за этим аспектом, учитывая, что буквально с каждым месяцем все больше разговоров о том, что Балтии, именно балтийским странам стоит особенно быть внимательными, имея такого агрессивного соседа, который ведет войну, бессовестную, убийственную, преступную в Украине, и может в любой момент начать у вас. В этом смысле, Иманс, давайте сначала как просто журналист, активист, писатель. Вы замечаете в Латвии шаги по укреплению безопасности? Ну, что-то действительно фактическое перед лицом угрозы России? Смотрите, во-первых, сейчас каждый латыш, эстонец и литовец следит за этой темой и следит за всем этим мероприятием, которые мы должны принимать в этом ситуации, когда Россия уже 10 лет воюет на территории Украины, аннектирует территории Украины и хотят аннектировать всю Украину. И, конечно, мы опасаемся, что страны Балтии будут следующие, потому что в страны Балтии у нас вместе только 6 миллионов людей со всех 3 балтийских стран, но территория у нас тут около по сравнению 30% от территории Украины. Так что это такая цель России. Они, наверное, думают, что аннектировать Латвию, Литву и Эстонию, это будет легче, потому что они это уже сделали в 16 веке, в 19 веке, а потом еще пытались это сделать в 1920 году, а потом сделали это в 1945 году. Так что у нас есть исторические причины опасаться. Ну и, конечно, судьба Украины покажет, как опасна Россия, если учитывая его ядерный потенциал. Ну и еще мы, конечно, сейчас делаем несколькие шаги. То есть мы сейчас окончим построить забор и стену на границу России, потому что на границу с Беларусью уже окончено. Мы сейчас сделаем окопы поблизу российской границы. И, конечно, сделаем тут запасы бетонных блок, которых можно, случайно, если надо, превратить в блокпостах. Ну и, конечно, заблокировать дороги и заблокировать железные дороги, если Россия будет нападать на нас. И, конечно, у нас приезжает побольше и побольше союзников, солдат из страны НАТО. И, конечно, они здесь тоже тренируют украинские солдаты, которые приезжают к нам на тренировку. И эти шаги мы делаем сейчас. И в обществе есть огромный спрос на следующих шагов, то есть развивать нашу дроновую, скажем так, производство. И, конечно, построить, наконец-то, завод для артиллерии и снарядов. Ну и потом, наверное, сделать еще и другие шаги. Имманс, как правило, Путин в своей риторике воинственной, говоря, объясняя свои войны, да, говорит все время о какой-то защите, кого-то он защищает. Правда, трудно представить, кого он защищал в Грузии, но, тем не менее, восстанавливал какой-то там порядок, как он это называет. В Украине мы все знаем его бред, которому он объясняет преступления военные. А в этом смысле что может быть в Балтии? Что, кто-то его ждет? Какие-то есть люди, которых там можно сказать, что притесняют, и он их будет защищать. Как они это будут объяснять? Сто лет назад был такой случай, когда тогда еще существовала, то Первой мировой войны существовала империальная Германия, которая хотела защищать своих граждан в Северной Африке и послал какие-то военные корабли туда защищать немцов. Но оказалось, что тут в Северной Африке не нашли ни одного гражданина Германии и Берлину они были должны быстро послать одну гражданину Германии, кого потом защищать. Ситуация в многих муниципальных местах в Латвии будет те же самые. Наверное, у нас русскоязычное население сконтридируется в больших городах и в регион Латгале, которые поближе к российскому границу. И, естественно, там реально живет русские, которые тут жили много веков. Например, те старые веры, которых после Пьетра Первого выгнали из России, притесняли по религиозным причинам, и они переместили жить в Латвию. Ну, они сейчас уже давно говорят по-латышски, все гражданины Латвии. Но они считаются до сих пор русскими, и они опасаются, и они не хотят, чтобы Путин послал своих вагнеровцев их защищать. Но все-таки у нас в Латвии остается какой-то очень-очень маленький процент, но есть коренные ватники, которые ждет Путина. Наши спецслужбы каждую неделю поймают пару таких, которые тут распространяют кремлевскую пропаганду и собирают информацию как шпионы для России и пытаются передать российским спецслужбам. Так что проблема до сих пор у нас существует. Да, остается какой-то контингент ватников и союзников кремля, и увидим, как наши спецслужбы будут справляться с этим проблемой, потому что весь латышский народ и все украинские беженцы, которые сейчас живут в Латвии, конечно, ненавидят их и думают, что такая все... После Бучи, после Ирпини, после оккупации Донбасса, аннексии Крыма, еще после этого все будет, если человек еще в этих временах односторонне России и Кремля, ну, это ненормально. Так считает большинство людей в Латвии. В случае потенциального нападения России Эстония сможет его отразить. Об этом заявил командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем. Он объяснил, что Эстонии не нужно ждать прибытия НАТО, потому что альянс уже там. Посмотрим цитату генерала и обсудим. Сегодняшняя система такова, что НАТО здесь и никуда не уходит. А становится еще больше, когда есть признаки угрозы. Сегодня у нас есть конкретные люди, которые приезжают в Эстонию, тренируются и готовы очень быстро реагировать. А всех тех, кто пытается на нас влиять с расстояния в 50 или 100 километров, как это происходит сегодня в Украине, тех мы разнесем в дребезги. Мы уничтожим их не на Раквере или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там. Мартин Херем, командующий силами обороны Эстонии. Иммонс, довольно резко и жестко высказывается эстонский генерал. И надо сказать, это риторика, которой мне, например, очень давно не хватало. Мне кажется, только так и можно говорить с российскими оккупантами. Они реагируют на жесткие конкретные слова. Разделяете ли вы позицию генерала эстонского? И насколько в этом смысле ваши три страны действуют координированно? То есть можно сказать, что друг с другом? Внутри блока НАТО все скоординируется между странами, между армиями и между воздушными силами и так дальше. И из-за этого и в Эстонии, и у нас, и у Литвы приезжают больше и больше иностранных солдат из Канады, из Америки, из Великобритании, из Польши и так дальше. И у нас тут много тысяч таких контингентов сейчас у каждого в трех балтийских странах. И они тут учатся, как защищать именно эту территорию и как защищать именно эти обстоятельства и наши люди. Но проблема такая, что у нас, скажем так, очень маленькое население на каждую квадратную километру меньше, чем в Украине. То есть у нас каждый человек должен защищать побольше территорий по сравнению между территорией и количеством людей. И мы, это всегда в течение последних тысяч лет была проблема у нас, тех, которые живет на наших землях. И мы уже столкновались с этим проблемой с временом Ивана Грозного в России. Так что мы сейчас попробуем компенсировать свое маленькое количество с союзниками из западных стран. Но я надеюсь, что вот, например, что французский президент Макрон выполнит свои обещания и посылает французских солдатов не только на балтийских странах, но тоже посылает их защищать Украину. Французский президент Макрон